друзья всем привет сегодня у нас будет надеюсь полезное видео для кого-то суть какая мне многие сейчас пишут по поводу проблем с обновлённой ios 14 которые они установили собственно свои айфоны непонятно правда зачем в первые дни это делать конечно ну ладно то есть если вы тестер если вы разработчик может быть если вы только как бы хотите чего-то нового да интересного ну окей ладно но если вы просто человек который просто хочет пользоваться устройством и требуется вам от него какая-то стабильность какая-то до работа беспроблемная то наверное непонятно зачем вы это делаете но тем не менее проблему вашу решить можно смотрите если вы установили с 14 она вас не устраивает как она работает есть какие-то проблемы можно вернуть ios 13.7 первое что вам нужно сделать вам нужно скачать собственно саму прошивку есть куча источников я вам могу порекомендовать только вот сайт ipse.me это сайт которому не знаю лет уже наверное 10 может быть даже больше он появился примерно в тот момент когда появился там аппстор да у айфонов по-моему 2008 или 2009 год и здесь собственно хранятся все версии прошивок для всех устройств apple начиная там от часов apple tv до home подов да то есть все что вам нужно для работы с софтом базовым да и плоским здесь есть дальше мы выбираем ваше устройство само собой это iphone в моем случае это iphone 6s plus и и здесь мы можем видеть все подписанные прошивки которые и плом одобряются и пропускаются сервером обновления вот даже здесь написано сигната и psv причем дочь мои комментарии дают причем смотрите сейчас подписаны прошивки 2 ios 13.7 и ios 14.0 вот их сборочки здесь указаны и релизные даты также указан размер здесь 3.7 гигабайта здесь 4.3 смотрите после того как вы скачали вот у меня сейчас идет скачивание прошивки мы смотрим где она лежит файловой системе ну или же файндере как это у меня вот она скачивается вот ее расширение необходимое для айтюнса после того как мы скачали нам нужно зайти в айтюнс и в айтюнсе в меню айфона нажать кнопку восстановить айфон с зажатой кнопкой option на маке или по моему shift на винде зажимаем кнопку option или shift и нажимаем восстановить айфон нам открывается меню собственно у меня открывается меню finder а у вас откроется меню файлового проводника и здесь из загрузок вы просто выбираете прошивку нажимаете открыть сейчас я не могу сделать то что у меня до сих пор не скачано скачен только на 25 процентов но как только он скачается она становится активной вы нажимаете ее открыть дальше он говорит о что сейчас будет произведено обновление или восстановление вашего айфона на актуальную версию операционной системы и актуально выбранную версию операционной системы и соответственно дальше у вас начнется процесс с установки. Самое важное, смотрите, если вы нажмете кнопку «Обновить», то ваша операционная система сохранит все ваши данные. И при этом у вас останутся все данные в программном обеспечении, весь кэш, все контакты, звонки, смски, все-все-все, что у вас было, все настройки. При восстановлении у вас будет абсолютно чистый новый телефон, как из коробки. Я бы рекомендовал сделать восстановление, потому что у вас будет чистый телефон, без кэша, без разных архивных файлов, без всякого бэкграунда, который был собственно со старой операционной системой, причем вы перепрыгнули с 13 на 14, потом с 14 на 13, будет совсем каша. Поэтому скачивайте 13.7 с этого сайта, это очень проверенный, очень надежный, очень хороший сайт. Дальше заходите в iTunes, нажимаете кнопку «Восстановить», выбираете прошивку и устанавливаете. Я больше чем уверен, что это видео оно зайдет не всем, потому что я думаю, процентов, наверное, 50 моих зрителей знает о том, как это сделать, и наверняка, знает о том, что сейчас Apple подписывает, до сих пор подписывает 13.7, и я думаю, это будет происходить однозначно еще, наверное, минимум месяц. Поэтому без проблем возвращайтесь на 13.7, 14 еще сырая относительно. Также, кстати, если вы откроете прошивку, вы сможете увидеть вообще всю о ней информацию, также все фишки. То есть, ну, охрененный сайт, рекомендую, пользуйтесь. Потому что им пользуются, собственно, все сервисники, все, кто занимается техникой, да, здесь, кстати, даже есть информация еще и об устройстве и прочее, прочее, поэтому удобно. Вот. Единственное, что реклама иногда всплывает, да. Опять-таки, хозяинам сайта надо как-то кушать. Еще раз повторюсь, делается это все с помощью компьютера. Вам нужен iTunes. Причем, смотрите, если у вас установлено будет iOS 14, то для начала, я вот показываю вам на примере iPhone 8, он у меня на 13-й прошивке, то для начала вам нужно будет обновить iTunes. В моем случае, например, у меня iTunes еще не обновленный. То есть, здесь, ну, конкретно в моем случае это надо зайти в Mac App Store, вот такая есть программка, да, где отражаются программы для Mac'а, и, соответственно, установить обновление. В вашем случае, я думаю, нужно зайти на сайт Apple или зайти в меню самого iTunes'а, скачанного на вашем устройстве, и, соответственно, сделать скачивание iTunes'а, установить его. Причем, смотрите, несовместимое обновление iMovie, а почему несовместимое? Видимо, версия моего компании нравится. Причем, кстати, смотрите, у меня почему-то обновление iTunes'а не показывает. Как-то это странно. Ну, да ладно, может быть, iTunes мне можно оттуда обновить. Короче, вот я сейчас iTunes, я подключаю iPhone 6s Plus, он его не отображает. Не знаю. Ну, короче, iTunes должен быть обновленным, потому что вот у меня сейчас стоит версия, насколько я помню, да, 12.8, там у вас должна быть версия 13 установлена. Все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, скачивайте прошивки, ссылка будет на этот сайт, естественно, в описании. Все, всем удачи, всем пока. И, кстати, да, не забывайте писать в мой инстаграм. Вот сюда. Собственно, здесь я все ваши фидбэки, сообщения в директе получаю и на основе ваших просьб и проблем стараюсь сделать для вас видосики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!